Мороз в Киеве крепчает, но людей, вышедших на площадь бороться за свои права, это нисколько не смущает. Активное участие в жизни Майдана принимают и те, кто сочувствует протестующим и всячески им помогает. Кто-то приносит одежду, кто-то медикаменты, а кто-то продукты. Ведь надо накормить всех, кто стоит на баррикадах, несет вахту или занимается волонтерской работой на складах, кухнях, в библиотеке, медпункте. Люди приносят кто что может. Активистам привезли покушать салатик обычный, приготовили просто побольше, чтобы все наелись. Знаю, что люди здесь себе много повозволить не могут и в принципе за свои деньги питаться это тоже дорогое удовольствие. А у нас уже два с половиной месяца идет такое противостояние, поэтому всячески поддерживаем. Волонтеры, которые каждый день бесплатно в дикий холод выходят на работу, тоже герои. Благодаря им не происходит хаоса на пунктах приема, складах и других важных объектах Евромайдана. Наоборот, с каждым днем порядок укрепляется. Сейчас я вышла только что со складом, люди очень много привозят еды. И надо это все сортировать, раскладывать и выдавать. И уже появилась отчетность, заявки, все очень аккуратно. Понимаете, если бы это все решилось быстро или как-то так, как по-человечески, а нас затягивают в какую-то затяжную осаду, блокаду. Поэтому это нужно, людей надо поддержать, их надо согреть, их надо накормить. Она же перезагрузка общества. Правда должна быть правдой, закон должен быть законом, для всех законом, не для избранных. Мы опустились как государство, но это шанс подняться. Не страшен мороз и потомственные киевлянки, которые каждый день можно встретить на баррикадах. При ней всегда термос с целебным чаем, согревающим тело, и несколько слов, поддерживающих дух. Чай – это то, что, как вы видите, люди с радостью подходят ко мне, с радостью пьют, потому что я варю не просто чай, это не чай, это целебный напиток из целебных украинских трав. Так что все с радостью его пьют. И я очень рада, что я хоть малую толику, хоть ничтожную толику своей силы могу отдать борьбе этих людей. Потому что эти люди борются не только за себя, они борются за меня. У Назарбаева тоже некая такая пожизненная диктатура. Весь парламент радостно проголосовал на пожизненное президентство. Аристотель говорил, не каждый раб хочет быть свободным. Так вы что, те рабы, которые не хотят быть свободными, вперед, ребята, вставайте все на баррикады. Пусть у вас тоже будет демократически избранный не пожизненный диктатор, а демократический президент. Сегодня украинский народ показывает всему миру пример стойкости и сплоченности. А при такой поддержке и взаимовыручке протестующим Майдана ни Мороза, ни действующая власть не страшны.